Нормальная тема, я считаю, да? Потому что он очень умело использует холодные оттенки, и в целом Инстаграм выполнен в одном классном стиле. Посмотрите, я думаю, вам понравится. И перед тем, как вот мы точно начнем, вот 100% уже, я хочу сказать, что мне катастрофически не нравится новая лента Инстаграма, потому что смотрите, что происходит. Фотография. 7 минут назад. 15 минут назад. 35. 59. 3 часа. 3 часа. Пока все хорошо, да? 3 часа. Ну, тоже 3 часа. 10 часов. А потом фигак и 4 часа. А потом раз и 10 часов. А потом 6 часов. А потом 13 часов. То есть никакой логики в построении ленты теперь нет. Казалось бы, Инстаграм теперь основывается на какой-то своей идее, как нужно строить ленту для меня. Но в итоге получается полная лажа. Смотрите. Антон Русаков. Dear, подчеркивание, Антон. Фотографирует. Это река или море? Наверное, это все-таки река, да? Sky beautiful, небо, красота. Вы ставите, кстати, вот такое большое количество хэштегов. Работают они? Вот, не знаю, мне нравятся фотографии. Небо, кстати, тоже очень нравится. Давайте посмотрим, что у нас тут есть еще. Кошка! Люблю кошек, поэтому кошакам прям вот от души ставлю. Сердечко даже нисколько не задумываясь. Давайте дальше смотреть. О, как раз еще подъехали новые лайки. Alex in the Space. Мне кажется, это же логотип альбома Blink 182. Не помню какого года. Наверное, 2003-го что ли. Но могу ошибаться. Подскажите мне в комментариях. Ух, какой темный инстаграм. Но тоже, кстати, смотрите. Классные холодные оттенки. Геометрия. Вот это мне очень нравится. Я прям вот даже напишу. Супер. И давайте посмотрим еще. Мне кажется, это действительно очень классный профиль. Так, тоже, тоже, тоже. Это же Запорожец! Так, а что у нас тут? Бо, тоже классно. Тоже классно. Я прям, мне кажется, никогда столько лайков в один профиль не ставил. Но действительно, смотрите, все очень, все выполнено в одном стиле. Я реально это ценю. Я тоже очень хотел бы вести инстаграм в одном едином каком-то стиле. Но, к сожалению, у меня так не получается. О, Ибрагим. Товарищ из чата. Я вот его прям знаю в аватарку. У него, кстати, достаточно интересный блог. Заходите, читайте. Вот ссылочку сейчас видите на экране. Так, что у нас фотографирует Ибрагим? Давайте смотреть. Какие-то... Во, тоже вода. Буду скричать. По тебе мой Каспи. Дагестан. Море. Азис. Выглядит, конечно, классно. Невозможно не поставить лайк. О, раздолбанная клавиатура. Я помню, когда у меня был первый компьютер, у меня что-то типа такой клавиатуры было. Но, правда, функциональные клавиши не были такими круглыми. Хорошо, давайте ехать дальше. Вот, мне кажется, это интересно. Сколько Лена просила Глеба сводить ее на крышу? Мне кажется, мы этого никогда не узнаем. Но сердечко все-таки можно поставить. Напишите, кстати, в комментариях, как вам вообще эта идея. Потому что вроде бы в прошлый раз рубрику приняли достаточно позитивно. Но это было уже давно. И, честно скажу, мне очень стыдно, что это занимает у меня периодически столько времени, чтобы снять следующий выпуск. Иван Гром. Дальнегорск. Мобильная фотография. Пытаюсь сделать годноту. Иван, мне кажется, у тебя получается вполне себе неплохо. О, смотрите, вейперы. Вейперы. Вейперы и кот. Ставь лайк за шутку про вейперов. Поставим сердечко и напишем вейперы. Ну, шутить уж так, шутить прям вообще на всю, во все щели. Вот, смотрите, классная собака. Ставим тоже сердечко. Правда, тут вот, Вань, качество фотографии, ну, прям, скажем, не фонтан. Как-то не очень классно получил. А это очень живой кадр с девушкой, которая пускает мыльные пузыри. Они всегда вызывают смех. Не могу спорить. Ставим сердечко. Давайте дальше смотреть. Мне кажется, вот мне что нравится, у меня подписчики такие классные. Вот что на Ютьюбе, что в Инстаграме. У многих действительно очень интересные Инстаграмы, которые... Я периодически не на камеру хожу, смотрю, что-то лайкаю и всегда нахожу что-то интересное. Окей, давайте. Костя, Костя Чемоданов. Костя любит селфи. Я селфи не люблю. Костя, мне кажется, тебе стоит разбавить Инстаграм чем-нибудь отличным от селфи. Нет, селфи это классно, но не в таких же количествах. Федор Казаков. Я его знаю. Смотрите, у него аватарка как вот прям в нашем фирменном стиле. Люблю, ценю. This account is private. Ну что ж, Федя, ну вот мы хотели тут вот сейчас полайкать тебя хорошенечко. Вот прям при всех прилюдно. А у тебя аккаунт закрытый. Кстати, не замечали то, что спама теперь стало несколько меньше? По крайней мере, я это заметил. Меньше подписывается спам-магазинов и меньше спама в комментариях. Потому что Инстаграм там что-то какие-то опишки подобрубил. И теперь стало как-то полегче. Happiness Free. Ростислав. Путешествие, педали, спорт, детали. Интересное описание. О, кстати, смотрите. Вот вроде бы, казалось бы, обычный кадр, да? Но геометрия и очень интересный угол съемки. Вот прямо вот сверху на маковку. По-моему, классно. Ну, мы знаем, что у Виталия даже нет намека никакого на лысину. Виталий, счастливый ты человек. Вот это тоже очень красиво. И здесь мне нравятся цвета. Смотрите, верхняя часть, точнее большая часть кадра, процентов 70, наверное, да? Это холодный голубой цвет. И теплое пятнышко справа снизу. Ну, по-моему, классно. Люблю фотографии. Но вот Инстаграм, зараза, он так жмет качество, что просто ужас. Так, Тайк 007. Смотри, вот, дорога. Блин, жесть. Давайте попробуем прочитать, что там написано в геотеге. А в Сюнино, да? У меня просто телефон на английском, соответственно, все это показывается на английском. Прочитать очень сложно. Так. Москва через призму узора Андреевского моста. Ладно, ставим лайк, едем дальше. Так, у нас там, наверное, наверху накопилось новых людей. Арина 313. Господи, женщина, женщины, меня лайкают женщины, что очень странно. Арина, как мы видим, в достаточно хорошей форме. Молодец, так, держать, Арина. Лето на носу. Дятловс. Антон Геннадьевич Дятлов. Видимо, фотограф. Но... This account is private. Тоже закрытый аккаунт, ничего не можем сделать. Смотрите, камеловочников. Чувак из нашего счета. Денис, кстати, очень хороший фотограф. Мне очень нравятся его городские фотографии. Очень классно получаются. Вот, например, смотрите. Да, это, по-моему, гостиница Украины, Рэдисон. Где-то недалеко у меня офис, в котором я работаю. Мне очень нравятся его фотки. Ну, Денис прям занимается этим профессионально. Вот, кстати, Дэн, если ты смотришь это видео, ты здесь прифотошопил этот самолет или все-таки нет? Хорошо, едем дальше. А вот это фото мне Дэн рассказывал, что оно снято на Nexus 6P. И, честно говоря, удивительно, что смартфоны могут делать вот прям такие крутые фотографии. Скажите, кстати, ребят, а как вы считаете, насколько часто нам вообще с вами нужно делать вот эту рубрику? Мне кажется, раз в месяц, в полтора, для того, чтобы это особо не надоедало, ну, вот, на мой взгляд, это наиболее оптимально в плане чистоты. Ну, просто дело в том, что у нас есть с вами еще и другие рубрики, которые тоже нужно делать. О, господи, Жастин Бибер, боже ж ты мой! Нет, нет, фу, изыди, не надо, перестань. Не надо, не выкладывай такие фотографии, пожалуйста, это не классно. Так, хорошо, давайте посмотрим еще кого-нибудь. Я вот сейчас листаю, листаю, листаю. Семстер Найн, хорошо, смотрим. Семен Страхов, Тула, Москва. Семен, у тебя тоже какой-то вот последние фотографии достаточно такие темные какие-то. Готичные, ну, это же Петергоф, по-моему, да? Да, фонтаны Петергофа, все верно. Вот, мне кажется, вот это классная фотография. Флаг, Петропавловская крепость. И ничего не могу поделать, люблю закаты. Благо сейчас лето, закаты у нас прямо-таки прекрасные. Хорошо? Ну, давайте еще двоих человек посмотрим. Кого-нибудь выберем, я, правда, не знаю, кого. Ну, грузись, давай, давай. Поверьте, там хорошая фотка. Вот, все, готово. И, ну, давайте последнего, да, кто же это будет, кто же это будет. Просто вот листаем в самый низ, выбираем Z.Sлава. Кто это? Что у тебя в профиле? Мне кажется, мы не прогадали. Мы закончим на действительно классном профиле, который тоже, вот, повторюсь, что мне нравится, выполнен в едином стиле. Так, а ты, Слава, откуда? Open Safari. Давай, открывай Safari. Посмотрим, откуда у нас Слава и вернемся к его профилю. Одесса. Прекрасный город. У нас оттуда Revolver Lab постоянно постит какие-то фоточки. Смотрите. Вот, все бы хорошо, но здесь качество фото какое-то, вот, мне кажется, печальное. Зато вот здесь и здесь тоже печально. Почему, Слава? А почему так получается, что фотки-то вроде бы действительно классные, а качество какое-то, ну, очень печальное? Ты выкладываешь через Windows Phone или, ну, я не знаю, почему еще так можно испакостить качество, потому что, ну, прямо вот мыльные-мыльные получаются некоторые фотографии. Это немножко обидно, потому что кадры-то действительно очень интересные. На Джима Моррисона похож. Мне кажется, нет. Хорошо, друзья. На этом мы закончим. Ставьте большие пальчики вверх, если вам нравится вообще такая идея. Мне нравится, по крайней мере. Ну, дело в том, что я сам по себе очень часто хожу по Инстаграмам своих подписчиков. Повторюсь, не на камеру, просто смотрю, что там да как. Очень много классных, интересных людей. И периодически мы можем это с вами делать вот так. На камеру подписывайтесь на канал, посмотрите обязательно предыдущее видео. Я думаю, вам будет интересно. А на этом все. До встречи здесь, на Ютубе. Меня зовут Илья. Читайте меня в Твиттере. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на мой Инстаграм. Пока-пока. Пока-пока.